Приветствую, моряк! И добро пожаловать на борт! Сегодня мы будем смотреть интересный матч в рамках полуфинала февральской квалификации на Warcraft Goat League Summer 2019. Матч проходил между корейским, южнокорейским, конечно же, игроком Lowlight'ом и китайской легендой Infi. Игроки в самом деле достойны друг друга. Infi прямо сейчас, по моему личному субъективному мнению, самый лучший игрок мира на данный момент. Он показывает просто невероятное понимание игрового процесса, невероятное микро и на равных может победить любого противника, играя на случайной расе. Ну, конечно же, с исключениями, конечно же, он не идеален, конечно же, он может ошибаться и он может проигрывать. Но пока что Infi вне конкуренции, по крайней мере, это мое личное мнение. Сам по себе он игрок, как я уже сказал, из Поднебесной, занимает четвертое место по количеству выигранных вризовых. За свою карьеру выиграл и ВЦГ, и ВЦА, он олдскул лютый. Ну, в общем, человек достойный называться легендой третьего Варкрафта. Против него играет также довольно-таки олдскульный игрок из Южной Кореи. Он взял смотрящую в ночь первым героем. Именно поэтому этот матч довольно-таки любопытный, именно поэтому мы его прямо сейчас смотрим. Сам по себе он не ловит звезд с неба, назовем это так. Да, действительно, выиграл немного, ну, как говорится, достаточно денег, немало, имеется в виду, да. Порядка 95 тысяч долларов, что за всю свою карьеру, что не так уж и мало для третьего Варкрафта, учитывая какие тут призовые. И, к тому же, он часто может соревноваться с самыми сильными игроками временами и даже их побеждать. Для СНГ игрока он в последнее время был примечательным в первую очередь тем, что он победил Кэпи в шоу-матче. Даже не так, не то, что победил, уничтожил. Просто, просто ничего мокрого места от него не оставил. Просто реально уничтожил его. Да, конечно, пинг, да, конечно, другие проблемы. Матчап проблемный, эльфы против нежити сильно в пользу нежити. Но, тем не менее, все равно это яркая победа над одним из сильнейших игроков СНГ. Так что противостояние двух игроков, инфи и Лолайта, это действительно что-то важное, что-то интересное. Особенно учитывая то, что это матч в рамках квалификации. Здесь каждый хочет победить. И факт того, что Лолайт взял смотрящую в ночь, очень любопытен. Потому что, ну, это довольно рискованный герой. Против альянса, конечно, ее иногда берут на маленьких картах, вроде как раз Амазонии или Астрового Эха. Для того, чтобы зарабатывать опыт, для того, чтобы не терять достаточно много опыта скрипов, которые ты можешь получить противника, когда ты не будешь прокачиваться. Потому что через смотрящую в ночь играют обычно через одного героя, чтобы получать больше опыта и быстрее получить свою ультимативную способность. Будем посмотреть, как Лолайт будет реализовывать этого героя. Пока что мы видим, что Тир 2 только что нажал инфи. Это, скорее всего, будет какой-то классический лимит, классический через целителей и стрелков. В это время немного воюет Варден со своим противником. Тир 2 также нажимает еще и Лолайт. Посмотрим, что он, в свою очередь, будет делать. Обычно, если он не ставит дополнительную базу, это означает, что будет ставиться охотничий зал и древо мудрости, и все в таком духе. Я готова. Вообще, факт того, что никто из них не делает дополнительной базы, довольно-таки уникален. Потому что что эльфы, что Альянс любят его делать. Но, возможно, они позже захотят его начать производить. Например, Альянс спокойно может поставить дополнительную базу на Тир 2. Ночные эльфы, по личному моему наблюдению, если они ставят дополнительную базу на Тир 2 против Альянса, это обычно ведет к поражению. Потому что лимит у Альянса может быть гораздо эффективней. Безусловно, можно сделать горных великанов, но горные великаны, тоже против них можно воевать, если говорить о длинной дистанции, а не о короткой. Но пока что, тем не менее, воюют игроки. У Альянса довольно-таки много пехотинцев, аж 5 штук. Даже 6-й сейчас подходит. 6 пехотинцев, это действительно очень много. Это больше, чем стрелков у Лау-Лайта. А здесь выкопалось древо войны. Его можно вполне сломать. 500 всего лишь здоровья, мало брони, нету единения с природой. Пехотинцы бодрым шагом, бодрыми ударами начинают раскрепощать и уничтожать это дерево. Разбирать на колодке. И потом могут из него построить какую-то баньку или что-то в таком стиле. Еще и 7-й пехотинец подходит, правильно ведь? Да, нет же, это 6-й. Математика меня подводит. Да, охотничий зал ставится. Его можно сломать, на самом деле. Но пока что хочет побывать, именно убить в первую очередь с петлячков. Убил только одного, это в принципе достаточно. Подождите. Он его не убил. Да, он заставил самого уничтоживаться, но тем не менее. Кстати, тут почти 3-й уровень у Архимага. Как-то бы его получить. Но тут, смотрите, просто правой кнопкой мышкой нажимает, лает по Архимагу. И тот вынужден будет использовать так телепортацию. Здесь почти мертвый охотничий зал. Но, видимо, он все-таки не сможет его сломать. Да, не успеет. Еще буквально несколько секунд и успел бы. И это очень помогло бы, на самом деле. Потому что это уже почти готовый Тир-2. Если бы он отменил бы охотничий зал, нужно было бы оставить его заново. А без этого нельзя было бы сделать Древо Мудрости. Так что время было бы очень сильно на стороне Альянса. И это обидно, что он не смог сбить тайминги своему противнику. Покупается Алхимик вторым героем. Отличный выбор. Есть Кузница. Скоро начнут производиться стрелки. Будут начнутся также целители. Алхимик это хороший герой. Ох, неужели просто убью здесь Архимага? И за что? Пытается инфестопить своего противника Алхимиком. Туда-сюда. Долго получалось. Но, к сожалению, дальше нет. Мало здоровья остается у Архимага. Он, похоже, умрет даже без участия. Смотрящий в ночь. Именно так и есть. Пытался наводенным элементальным сам себя убить. Но у него не особо получилось. Алхимик против Ночного Эльфа. Это отличный выбор. Потому что Мин еще и забирает гноу своего противника. Лулает. Что же творит демон? Приходит его армия. Так вот, Алхимик хорош, потому что уменьшение брони всегда хорошо против любых противников. Любой армии. А лечение Алхимика очень важно. Против веера клинков, смотрящего в ночь как раз. Потому что она прыгает. Кидает веер клинков во всю твою армию. А ты просто лечишь всю свою армию с помощью Алхимика. Это примерно так и работает. И поэтому Алхимик выбор отличный. Скоро начнут выходить первые целители. Алхимик просто кидает лечение. Больше его использовать не особо хочется. Вторым героем у Ночных Эльфов появляется Охотник на Демонов. Правильно ли это выбор? Я, если честно, не уверен. Потому что смотрящего в ночь еще недостаточно сильно прокачалось. А наличие второго героя отменяет дополнительный опыт для смотрящего в ночь. Соответственно, она будет получать его как обыкновенный персонаж. Обыкновенный герой. Поэтому ультимативную она не скоро получит. С другой стороны, Охотник на Демонов это важный персонаж. Потому что с помощью своего сжигания маны он может очень эффективно егоать вражеским героем. Вот, пожалуйста, у Алхимика уже совсем маны нет. Почти мертвый здесь Алхимик. Неужели он умрет? Почти вся армия должна уходить. Целитель может умереть. Нет, все-таки выживает от трех здоровья. Смотрящего в ночь почему-то отпускает Алхимика. Но он отсюда не может уходить, потому что у него нет ни телепортации, ничего. Проходит он к голему и тут просто добивает его буйжеником. Третий уровень у Архиманка. Это важно. Предметы, кстати, хорошие. Кухня атака плюс 6. Мантия интеллекта плюс 3. Винец благородства. Перчатки силы плюс 3. Что, в свою очередь, у эльфа. Ну, так себе. Ну, хотя бы сапоги-скороходы есть. Пытался только что забрать еще одного крипа у своего противника, но не особо получилось. И в целом он воюет. Здесь вот если он убьет стрелка, это будет довольно-таки круто и важно. Потому что каждый стрелок это очень хорошее усиление армии Альянса. И при этом еще и выжило смотрящая в ночь. Если что, есть личный телепортатор. Поэтому она в любом случае уйдет. Потому что у Альянса никакого контроля нет. Появилась еще волшебница. Волшебница это важный персонаж против той же самой смотрящей в ночь. И особенно охотника на демонов. Очень много иллюзий использовал инфи. Непонятно даже зачем, если так телепортации. Смотря что ночь была вынуждена использовать. Потому что у нее было мало здоровья. Где-то 17 или 16 достаточно было одной атаки архимага для того, чтобы его убить. Пока что крепятся просто оба игрока. Есть два древомудрости. Тир-3 почти сделано у ночных эльфов. Ну и производятся массовые дриады. Ни одного усиления ни на атаку, ни на защиту нет. Это как мне кажется проблема. У Альянса в свою очередь есть ли что-то? Нету пока что тоже ничего. Книгу все-таки взял. Инфи вспомнил, что... Конечно, профессиональным игроком, профессиональным игроком. Но надо иногда и прокачивать силушку богатырскую. У архимага больше нету маны. Это большая проблема. Но есть видок исцеления. И это неплохо. Начинается драка. Сразу же смотрящая в ночь остается довольно-таки мало здоровья. И опять же фокус поставляется. Охотник на демонов. Он может здесь умереть. Замедление очень сильно решает. Вовремя использовали только что рассеивание или отряды или от тролляд. Кого именно не заметил. Ряды. Их проблема, безусловно, в том, что они очень такие тонкие. Им нужно хорошо управлять, чтобы они не подстрелялись и не умирали. Это будет особенно гигантская проблема в будущем. Когда будет больше стрелков. Но пока что под фокус поставляется алхимик. Грамотно управляет своими войсками. В целом лоу лает. Не отдает юнитов. Самое главное продолжает так и делать. Почти убитый тролль. Но он вроде как должен выживать. Именно так он выживает. Его прикрывает вся армия. Всех отводит. Но тут лучшинцу уже никак нельзя было спасти. Все-таки проблема улучшится. То, что у них всего лишь 260 здоровья. Это слишком мало. Самое главное, что выжили герои и тролль. Тролля давать не особо хочется. Лечение все-таки. Почти четвертый уровень у архимага. Почти второй уровень у алхимика. На втором уровне он наконец-то сможет взять бомбу. И воевать станет проще. Надо убить этого. Хорошо, понимает. Это не удобивает гнова. Но он может убить дриаду. Да, дриада, я сказала, достаточно для того, чтобы получить бомбу. Но маны нет у алхимика. Ему какую-то банку маны купить. Или что-то в таком духе. Конечно, своими светлячками отлично работает. Лолает. И только что он забрал еще у своего противника крипа. Забрал перчатки скорости. И после этого использовал личный дирепортатор. И ушел. Красиво играет. Первое усиление на атаку наконец-то делается. В свою очередь уже есть тир-3. И тут производится массово именно медведи. У них уже есть звание мастерство. Медведи это не совсем популярное решение. Потому что они сыпятся под фокусом. Там еще и волшебницы есть. Все-таки гиганты сейчас более ультимативно и сильно. Но с другой стороны, гиганты с одной базы. Это не особо так же популярное решение. Но все равно. Лично мое субъективное мнение. Медведи против альянса. Это очень плохая идея. Они редко как-то работают. Ну опять же. Если их не будет слишком уж много. Если их так много, что противник просто не успевает их убивать. И не успевает относить свой урон. То да, это неплохо. Два целителя. Одного ушибница. Как-то не по парам у нас все. И слишком много дварфа мужчин. Я, кстати, считаю, что то, что нет дварфа женщины в игре, как-то несправедливо. О, вторая волшебница приходит. Отлично, отлично. Думаю, это равенство. Опять, вообще, заметьте, как инфи часто срывает ополченцев себе в драку. Непонятно, зачем он даже сюда их ведет. Смотрящая в ночь была замедлена. Но не особо на нее много внимания обращает инфи. И неужели он будет пытаться застраивать своего противника? У него нету лесопилки. Да, именно поэтому у него нету стрелковой башни. Он может строить только магическую. Но, в принципе, магическая тоже неплохая. Потому что те же самые медведи будут получать больше урона. Та же самая смотрящая в ночь будет получать больше урона. Поэтому, в принципе, нормально. Пытаются убить колодцы. Но при этом все равно уже были заказаны два медведя. Так что у него эта ситуация устраивает. Назад прибегает смотрящая в ночь. У нее очень мало маны. Своей способности она использовать не может. Армия у ночных эльфов не такая уж и большая. Но вот когда выйдут эти вот медведи, ситуация сильно изменится. Вообще, было бы неплохо убить этот колодец. С двух сторон атакует альянс. Но пока что прорывает все-таки медведь вперед. Вот, пожалуйста. Один, смотри, как быстро медведи умирают под фокусом. Еще учитывая, что там есть бомба алхимика. Минус четыре брони. Потому что бомба второго уровня. На секунду умирают. Все-таки кинули лечение в Варден. Она смогла вылечиться. Почти появилась магическая башня. По ней начинает фокус. Она, возможно, не успеет встать все-таки магической башней. Поставляется герой альянса. Тот же самый алхимик. У него уже полное здоровье. Почему не используют свиток зверя, мне не особо понятно. Там довольно-таки мало дриадок. Все-таки убили магическую башню. Используют свиток телепортации альянс. Потому что, понимаешь, на дело пахнет жареным. На самом деле, свиток зверя здесь очень сильно зарешал бы. Плюс 25% урона. Это сильно. Те же самые медведи умирали бы значительно сильнее. Возможно, охотник на демонов умер бы и так далее. Так что, недоконтроль со стороны инфи однозначный. Нету магической лавки. Так что, нельзя купить ни свиток регенерации, ни какое-то восстановление маны. Это большая проблема. Купили дирижабль. Дирижабль тоже решение неплохое. Потому что стряковых юнитов у врага не так уже много. В основном медведи. Соответственно, можно спасать юнитов и спасать их от фокуса. Кстати, тролль тут одинокий стоит. Видимо, его поставили в угол и он рассуждает о жизни. Или, возможно, он мечтает о том, как вернуться в лагерь наемников. Нет, все-таки он уходит. Принял свою судьбу. Что ж, возможно, было слишком поздно и он сейчас умрет. Не-е-е, его спасают. Хорошо. Просто с помощью посоховозвращения. Отвар нелазивности купил Архимаг. Теперь он под фокус не так уже легко будет подставляться. Главное, все-таки, не забыть поражать свиток зверя, когда будет необходимость, когда будет возможность. Сейчас уже тир-3 сделано у Альянса. На тир-3 можно будет сделать мортиры со Шрапнелем. Третьего героя. Третье ушей на атаку стрелка. И самое главное, все-таки, мастерство для целителей, чтобы накладывать духовное пламя. Невиденный водяной элементарь. Немного он косплеит. Ходит только по воде. Специально ли это? Отступает немного Альянс. Все-таки преимущество ночных эльфов довольно очки ощутимое. В 9 лимита это очень много. Опять срывает оплаченцев и ведет их в бой. И сразу возвращает обратно. Мужиков просто... Знаете, нужно штраф платить за ложные вызовы. Все как в реальности. Бедные ребята. Туда-сюда бегают, работают, бегают, работают, отдыха никакого нету. Кошмар. Новые медведи продолжают выходить. Никакое улучшение не делается, да? Да, на ноль до сих пор. Ведь видим, хотя бы первое улучшение на защиту надо сделать обязательно. Второе отвар неуязвимости появилось. А нет, он его передал. Видимо, он хочет купить отвар неуязвимость. Все-таки золота у Альянса много. А он же ничего не купил. Или мне кажется. Так, странно. Есть, наконец-то, тир 3. Делается мастерство целителей. И делаются дополнительные фермы. Возможно, сейчас будут заказы новые герои. Возможно, еще что-то будет интересно, любопытно. Посмотреть. 5 лимит. Это все-таки герой. Да, это герой паладин. Еще больше лечения по своей армии. Для того, чтобы спасать ее в нужной ситуации. Эльф решил атаковать красную точку. Альянсу нужно 100% помешать своему противнику. У него здесь как раз ходил невидимый водяной элементарь. Поэтому он все видел. Китается отличная бомба по громадному количеству медведей. Поставляется в дирижабль. Он может здесь умилеть. Почему он стоит на месте инфи? Убери его! Там же гоблины! Там же люди! Все-таки он, похоже, умирает. Да. Но, как говорится, проблема... Проблема летунов. Это проблема летунов. Правильно. Как говорится. Проблема летунов. Это дело рук самих летунов. О, вот так вот. Медведи. Дополнительные стрелки появляются. Наконец-то есть пол-1. Возможно, что-то взять ауру на первом уровне. Но, скорее всего, это лечение. Просветку использовал только что Ночной Эльф для того, чтобы увидеть, есть ли рядом с ним какие-то невидимые юниты противника. Решение, в принципе, правильно было. Первая волшебница умирает. Преимущество в лимите до сих пор у Ночного Эльфа на 6 единиц. Но это не какое-то ощутимое число. Есть Близзард Орхимага! Это мощное оружие против этих же самых медведей. Под замедлением еще и охотник на демонов. Его можно убить. Кидается еще одна отличная бомба в медведей. Все-таки минус броня. Это минус броня. Спасается охотник на демонов с помощью жезлового возвращения. И сейчас надо начинать резать, убивать, резать. Почти убитый медведь. Но все-таки опять снимает с него замедление. Можно убить тролля. Видимо, его специально отправили на корм. Для того, чтобы больше времени было со мной армией отступить. 69 против 62-64. Преимущество опять же за Ночным Эльфом. Но его армия кажется уже очень слабой. Медведи сыпятся под бомбой. У них нет улучшения на защиту. У них мало урона, мало брони, мало здоровья. Дриады тоже самое. То есть, слабо. Слабо как-то. С другой стороны, у Смотрящего Ночь пятый уровень. Почти шестой. С шестым уровнем можно будет уже что-то придумывать. Ее ультимативные способности. Какой же урон получает охотника на демонов. Но есть что, есть зелье лечения. Так что он должен здесь выживать. Стащить духовное пламя. Ну просто смотрите на этих терминаторов. Просто. Опять брони из ниоткуда. Еще когда второй уровень у паладина будет. Это вообще кошмар произойдет. Напоминаю, что есть все еще свиток зверя. Его надо будет как-то использовать. Ну хоть как-то. Негоже будет ему до конца игры лежать в инвентаре. Продолжают делаться волшебницы. Лимиты сейчас равны. Красную точку в итоге никто не закрепил. Что же хочет делать Альянс в свою очередь? Видимо он хочет драться. Чувствует он сейчас силу. И в принципе так и есть. Он значительно сильнее своего противника. На этот период времени. Умирает наконец-то же. Первая учница. И это. Это хотел сказать. Была секунда того. Когда у Альянса армия был больше чем у ночного эльфа. Браво, браво. Но это период времени быстро закончилось. А-а-а. Тут интересный момент. Смотрите. Делаются горные великаны. В принципе горные великаны. Это юнит. Который полностью контрит. Вот этих вот. Юнитов. Вот эту вот армию. Поэтому выбор вполне обоснованный. Но нужно несколько горных великанов. Они дорогие. А ты играешь с одной базы. И не слишком ли поздно. Медведей там много. Ну в общем посмотрим. Под серьезный фокус поставляется охотник на демонов. Он опять же теряет очень много своего здоровья. Но просто у него его максимальный запас. Не такой большой. Но все-таки он спасается. Вылечил все с колодцев. Колодцев полных уже не так уже много. Всего лишь две штуки. Так что лучше не терять здоровье. Для того чтобы лишний раз не использовать. В итоге Альянс бежит атаковать красную точку снизу справа. А ночной эльф пользуется этим. И атакует другую красную точку сверху слева. Интересно какой артефакт выпадет у крыкан. О кстати. Смотрящая в ночь все-таки решила помешать своего противнику. Но она не получает больше опыта с крипов. Так что ей лучше как-то и любить вражеского героя. Или забрать предмет у противника. Или еще что-то. Да отравленный клинок много урона наносит. Сейчас главный ключевой вопрос. Какой предмет получить? Здесь хрустальный шар на продажу. А здесь медальон храбрости. Ну неплохой предмет. Тому же самому паладину. Плюс 4 силы. Плюс 4 интеллекта. Больше маны. Больше здоровья. Больше урона. Все как надо. Делается первое улучшение на защиту стрелкам. В итоге у них сейчас будет под духовным пламенем 9 брони. 9. 9. Это ж что? 9 брони у бородатых мужчин. Когда там уже? Это в итоге будет блокироваться примерно треть урона. Это ж просто жесть какая-то. Не хуже любого танка. Да, вот, пожалуйста. 35% урона блокируется. Вот тут драка начинается. Очень серьезный фронт. Верклинков появился с смотрящего ночи. Она переучилась. Под фокус поставляется Архимаг. Ему нужно тут уйти. У него уже нету половины здоровья. Нужно обязательно тут уйти. Лечение от паладина все-таки спасает. Еще так уж и свиток исцеления был использован. Но проблемы серьезные. Нужно поменять свой фронт. Отвар неназивности передается паладину. Он из-за этого выживает. Один медведь падает за другим. Но там уже есть два горных великана. И об этом не стоит забывать. Очень неплохой Верклинков очередной. Но, в принципе, здесь все плюс-минус живое. Самое главное целителям вылечить героев. Это было бы очень важно. Умерли, по сути, все медведи. Остался последний. Но там много дриад. Их надо убить в первую очередь. Но мешает это делать и герои, и горные великаны. Возможно, все-таки было бы правильно сейчас выбрать всех дварфов, всех стрелков. И нажать правой кнопкой мыши по дриадам. Потому что один ждал всех стрелков убивает одну дриаду. Это была очень ощутимая потеря для противника. Последний медведь умирает. Теперь это вымирающий вид. Но здесь почти горные великаны уже, на самом деле, очень побиты. У них уже нету тысячи здоровья. Всего лишь 600. Очередной врыв, осмотрящий в ночь. И Вера Клинков. Здоровья не так уже много. У эльфа преимущества никакого нету. Преимущества в лимите. У альянса аж на 10. Дополнительные стрелки подходят. Духовного пламени уже ни на ком нету. Потому что все сняли. Стрелки потихоньку умирают. И, видимо, все-таки альянс должен будет отойти. Потому что у него побитые герои. У него побитая армия. Он не может уже воевать с этими горными великанами. Возможно, ему нужно просто немного времени, чтобы восстановить ману тем же самым жрецам. Наложить еще раз Духовное пламя и так далее, и так далее. Скоро будет новый. Видимо, химик передал ему робу магии. Ну, вообще-то здесь гиганты очень любопыты. Но новый приходит. Но с этим новым уже нечего делать. Надо отходить альянсу. Восстановить себе здоровье. Возможно, все-таки поставить магазин. Рабочие приходят. Видимо, да, шахты же закончились уже. Работать им негде. Но у них уже забрали оружие. Вот так всегда. Пришли на фронт, у тебя забрали оружие. Все как в реальности. И в итоге они превращаются просто в корм для смотрящей в ночь. Для того, чтобы она получила шестой уровень. Ужасное решение от инфи. Это действительно может быть не в тему. Потому что она действительно, на самом деле, может получить здесь шестой уровень. А это будет катастрофично для альянса. Потому что, таким образом, начиналер будет получать юнитов из ниоткуда еще один веер клинков. Да, бедные работяги. Но тут можно убить одного горного великана. Сзади подходит еще охотник на демонов. Подставляется его замедление по нему драть. Именно по нему даются замедления. Он использует личный телепортатор. У него остается мало здоровья. Но все-таки он выживает. Да, получает шестой уровень. Смотрящая в ночь. Теперь уходит отсюда. И остается в очередной раз. Это очередная игра, где Олег остался один в городе. И он просто хочет работать. Видимо, он сейчас пытается свыкнуться с мыслью, что он последний в своем роде. В окружение попал горный великан. Не шаленый здесь умрет. Но я думаю, все-таки же за возвращение используют. Да, действительно, его спасают. Но он, тем не менее, потерял очень много своего здоровья. Вообще, горные великаны здесь очень побиты. Обидно использовать каосы для лечения великанов. Но ему просто... Лолай, эту ничего не остается. Абсолютно ничего. Мало здоровья у Смотрящего в ночь. Она может выпить с каосы. И у нее все будет нормально. Вот, пожалуйста, у нее полное здоровье. В итоге умирает первый колодец. Преимущество в лимите у Альянса. Оно неощутимое. То есть, это не какая-то сумасшедшая разница. Нужно самое главное, принимать правильные позиции. Алхимика вот так вот проходить вперед нельзя. Ни в коем случае. У него уже нету полной здоровья. Он здесь может вполне еще дальше рассыпаться. Очередной верь клинков от Варден. Вносит колоссальное количество урона по армии Альянса. Еще одно лечение от Паладина спасает Алхимика. Пускай он на первого уровня, но без него бы он уже давно умер бы. Получить бы третий уровень Паладину было бы шикарно. Волшебница погибает. Неплохой Близзард заезжал. Вот по этих горнофеликанов убить и будет вообще шикарно. Потому что ресурсов больше никаких нету. То есть, никак их не вылечить, не сделать медведей. Ничего вообще. То есть, надо как-то их. И нету хранителя рощи, который может свои ультимативные восстанавливать здоровье этим великанам. Да, начинается фокус стрелков под Риадом. Но это сложно делать опять же с тема у горных великанов. Горные великаны очень сильно побиты. Нужно у химико отойти обязательно. Очень осторожно, медленно. Под фокус поставляются стрелки. Стрелков теряем. Вообще юнитов в никаком случае терять нельзя. Один из бородачей может умереть. Второй еще и умирает. Сыпется армия Альянса потихоньку. Уже преимущество не такое сумасшедшее. Но оно все еще присутствует. В первую очередь. Ну и когда умрут эти все горные великаны. Скорее всего они здесь погибнут. Потому что осталось 5 здоровья. Да убей его уже. Хорошо. Древний защитник лесов погиб. Второй так же. Как же много все таки от глизердов получают они урона. И последний горный великан падает. По сути без армии остается ночной эльф. Но у него есть аватар. И собственно эти духи. Которые можно наносить колоссальное количество урон. Особенно учитывая то, что они неуязвимы. Нужно просто продолжать воевать. В невидимость кидается стрелок. И неужели он здесь выживет? Нет. Все таки просветку использую. Любилая убирает стрелка. Второй так же в невидимости. Нужно спасать этих товарищей. Нужно кинуть лечение за паладина. Да кинь же ты лечение в стрелка. Ну спаси ты. Он кинул лечение в волшебницу. Вот это вот подкабучник. Врывается опять вардан. Дала неплохой веер клинков. Но на этом все. И нужно отходить. Иначе потеряет слишком много здоровья. Вообще никакой атакующей какой-то силы у альянса уже не осталось. Там в основном целители и волшебницы. И два стрелка. Героев терять ни в коем случае нельзя. Нет. Ходи по один. Но тут скорее всего умрет. Да. Отверг клинка погибает. Какой кошмар. И в итоге надо выщелкивать. Одну триаду за другим. Аватар скоро уже закончится. Без аватара ночному эльфу будет абсолютно нечем сражаться. Поэтому альянсу в целом нужно сейчас отойти. Кстати, третий уровень у... Да. Третий уровень у архимага. Так что мана у тех же самых волшебных и целителей восстанавливается очень быстро. Я у химика. Герои не восстанавливаются. Потому что нету на это совсем ресурса. Очень побитые герои ночного эльфа. Теперь нужно убивать. Аватар сейчас... Прямо сейчас заканчивается аватар. И дриада умирает. Три дриада остается. Три дриада и два героя. Это все, что есть у ночного эльфа. Так что воевать вполне можно. Можно продать предметы. Можно продать предметы. На это выкупить как раз... Паладина. Точнее, начать воскрешать Паладин. Именно так и делать. Потому что дерево-то есть. Олег работает. Олежка. Альянсу бы немного постоять и восстановить здоровье своим героям с помощью целителей. По факту. Дриады сзади бегают. Так, главное вообще юнитов не терять. Надо спасать их. Лечение. Лечение. Давай целить целителей. Отлично. Дриады пытаются идти вновь время. А герои ночного эльфа, они просто видимо стоят. И пытаются подождать пока каоцы восстановятся. Для того, чтобы восстановить себе здоровье. Потому что, конечно, без здоровья воевать не особо хочется. Это правда. Все, полное здоровье у всех. У Химика даже есть мана на бомбу. Продает все предметы. Покупает книгу забвения для того, чтобы взять элементария третьего уровня. Идея абсолютно правильная. Потому что дриад уже недостаточно много для того, чтобы рассеивать всех этих элементарий. И при этом водяной элементарий наносит стрелковый урон. То есть дополнительный подрядом. И это еще и дополнительный юнит, который прямо сейчас очень критичный для Альянса. Видимо, инфи играют супер пассивно прямо сейчас. Потому что хочет подождать паладина перед тем, как атаковать. Идея, в принципе, правильная. Он знает, что противник никак не добывает золото. Вообще, на самом деле, древо вечности могло перекопаться сюда. Хотя, с другой стороны, у него нет денег для того, чтобы покупать светлячков. У него же ни одного не осталось, как я, если я правильно понимаю. А нет, есть один. И к тому же, можно было бы продать какие-то предметы. Например, соби-маску. И купить светлячков. Все-таки добывать золото. Он хотел попробовать. Но нету, кстати... А, все понятно. Нету единения с природой, так что дерево бы доходило миллион лет. 30 лимита против 20. Паладин появился, наконец-то. Надо будет в ближайшее время духовное пламя наложить на всех. Да, выкапывается древо мудрости. Для того, чтобы, видимо, сформировать какой-то фронт. Это дополнительные юниты для войны. Мог бы также еще и древо вечности выкопать. Тоже для битвы. Потому что урона наносит немало. 60-74. 68 в среднем. Или 67. Ну, у больных, короче. Верклинков. Странный. И превзывали аватара. С ультимативной уже можно воевать. Но нужны трупы для этого. Врывается варда. Наверное, видимо, думала, что у нее есть верь клинков. Но перед этим она уже его использовала. Прячется в тени. Светлячок. Последний. Просто так умирает. Даже не смог сжечь ману. Дриад мало. Ничего уже не осталось. Умирает. Последняя дриада осталась. Еще к каждому по единице. В итоге, смотрящая в ночь должна отойти. Потому что здоровья у нее мало. В колодце здоровья маны недостаточно. Охотник надемен также вынужден уйти. Древо мудрости будет быстро падать. Потому что нет уединения с природой. И в итоге, конечно, у Альянса Армада значительно более ощутимая. Ночному эльфу непонятно, что делать. Аватар также здесь, скорее всего, упадет. Охотник на демонов пытается хоть что-то сделать. Но он слишком тонкий. Он слишком слабый. Смотрящая в ночь тоже не особо что может сделать. Она просто стоит в сторонке. Возвращается в драку, чтобы защищать свой лес. Больше маны с колодцами нету. Боже, маны у колодцев нету. Так что все. И в итоге пишет ГГ. Лолает и проигрывает этот просто какой-то невероятный матч. Вот как-то так. Вот как-то так. Обожаю смотреть на игры профессионалов, которые берут необычные стратегии. Это очень круто всегда. Посмотреть, как кто адаптируется. Как кто реализует свою тактику. Как кто сможет сделать что-то необычное. Ну и так далее, и так далее, и так далее. И вообще, Warcraft отличная игра. Я думаю, мы все с вами в этом плане согласимся. Большое спасибо, что были со мной, дорогие джентльмены, моряки. Обязательно подписывайтесь на канал, если вы этого не сделали. Поставьте лайк, если вы хотите еще больше третьего Warcraft. И удачи в плавании!